Монополия Монополия Это не значит государственные основные фонды То есть не монополия на средства производства А монополия Это монополия на продукт И поэтому Если взять ту Скандинавию Да, вот например Финляндия У них там было так По памяти я говорю В пределах 50 От 45 до 53 Магазинов государственных В которых только В них продавалась водка И больше нигде Они свозили В Хельсинки свозили на склад большой Все производители свозили Водку Я был на этом складе Механизирован Такой этажей Как элеватор Можно сказать у нас Вот И потом водка выдавалась Но уже когда я был Так тот год Уже они вступили в ЕС И им один год дал ЕС На отсрочку На то Чтобы они Убрали монополию И тогда уже монополия Была только на государственных В смысле в государственных магазинах Еще водка продавалась А в кабаре Кафе Барах И ресторанах Уже частники Могли продавать Вот И у нас точно так же От того что Кто-то говорит что Вот это государство Что это наше Значит И думает что мы не приватизируем То есть Мы не должны приватизировать Спиртовые заботы Мы придем потому что Мы их приватизируем На следующий день Например Спросите А сколько же За период независимости Дали инвестиции Государству Бюджетных инвестиций На спиртовую промышленность Я отвечу не копейки Так вот 15 лет не копейки Еще 15 лет не копейки А дальше Выкинут наши заводы И они просто остановятся Поэтому Для того чтобы Было развитие Сегодня Нужны Нужны инвестиции Эти инвестиции К сожалению Или к счастью Могут быть только частными В нашей ситуации И поэтому Все равно Мы придем приватизации Но я говорю Что должна быть Государственная монополия На продукт То есть пожалуйста Государство должно контролировать Спирт Если взять То с момента Поступления сырья На завод До выхода спирта И передвижение его На завод Пожалуйста И только что Он контролирует Чтобы не было у нас Вариантов Когда Государственные заводы Работают Посмотрите Мощные заводы Спиртовые И посмотрите А сколько же он произвел Продукции Оказывается Что он спалил газа На месячную норму А работал на 4 дня Такой чудес не бывает Отсюда вывод Что делается просто Левая продукция Рынок Вина Он ничем не регулировался Ну фактически Ну как он регулировался Параллельно с законами Которые касались спирта То есть Порядок выдачи спирта на виноделии Контроль за движением спирта Но никто не контролировал А сколько же вина сделано И если сегодня Вот у меня Друг Это Ваша Георгиевич Йокуридзе Значит Хозяин Шабо И который говорит Ну как же Если я сделал Вот купил французскую линию Первичку поставил Значит у меня выходит Литвина А у них выходит С этого литра Четыре литра Потому что они просто развели Взяли жмых Закрасили Добавили сахар Ароматизатор еще И в них Четыре литра Какая же эта экономика выдержит Так вот В связи с этим В этом году В 2005 вернее Был принят закон В винограде и вене Но тут же его благополучно Пытаются остановить Потому что там уже Есть принятие фальсификата Ответственность за фальсификат И еще ряд других Так сказать Нюансов Которые существенно Зарегулируют рынок Поэтому На этом рынке И такой Бедла Если это никому не надо Не надо министру Ограрной политики У него задачи Совсем другие Ему как раз Очень хорошо И удобно Такая ситуация Кому-то надо выиграть Или собрать деньги на выборы И все это Как бы получается Что Оно С одной стороны Никому не надо А когда Вдуматься То оно очень даже Надо определенным группам Чтобы так было Орган Государственного управления И органы Власти Если бы Развернуть сейчас Всех Начиная с стандарта Министерства Старной политики МВД То Оно бы дало результаты Но почему-то До этого Руки не доходят Потому что Вы видите Ситуация Сейчас Главное Главное Это Да и в принципе Главное В конечном итоге Если так поставить Просто поставить вопрос Что сегодня главнее Навести порядок на рынке вина Или в данном случае Вы победите на парламентских Главное И с собой Правительство Другое дело Я прошу прощения Что вспомнить Те руководители Которые были Они ведь сами довели Что их в конечном итоге Риквидировали Потому что Они настроили против себя Во-первых Весь народ Я имею в виду Производители Начали с них Там их оббирать И так далее И в принципе Создалось мнение И в конечном итоге Их риквидировали Так может быть Они сами виноваты В том Что такое произошло Люди только пришли И сразу Начали думать Как себе заработать деньги Поэтому я говорю Что они сами себя риквидировали Как бы можно было бы Определить Смысл Этого института Государственной монополии Смысл Это прежде всего Контроль За оборотом Частного Продукта Сырья Нет Ну Если спирт По отношению к водке Это все ждет Спирт Это да Спирта И водка А оптовая торговля А розничная торговля Значит Мы уже туда Ничего не сможем Потому что Ну во-первых первое Что при вступлении в ЕС Абсолютно свобода В плане реализации Продукта Поэтому Даже если мы сейчас сделаем Так это будет Первым камнем Для вступления в ЕС Вот Второе Что сегодня у нас Они приватизированы На сто процентов Оп И что мы будем Сейчас делать Национализацию Так у нас Закона национализации И нет пока Кстати Который давно Должен быть написан Поэтому Поэтому даже законодательная база Для этого Поэтому не надо Ну Ломать то что Ну не то что надо ломать А это в принципе Зачем нам Зачем нам Если я произвел Четко Получил сырье С него сделал спирт Проконтролирую Как с него сделали водку И водку Отдал к торговлю И я в этот момент Забрал акцист Зачем мне контролировать Куда пойдет эта бутылка водки Это касаемо водки А касаемо Того же виноградного вина И коньяка Точно так Я ее заберу В момент реализации В смысле Акцист заберу В момент реализации торговли Хорошо Оп Значит получается По тому же виноградному вину Надо контролировать Еще и происхождение сырья Происхождение винограда А правильно так Я об этом говорю Что в законе о вине Мы записали о том Что Есть 6 виноградовских зон Или 5 5 6 6 Виноградских зон Вот Значит Ты должен задекларировать Что у тебя посяжены Такие то виноградники Задекларировать урожай Исходя из урожайности И то что И урожай Мало того Ты задекларировал Тебя проверили Действительно ли это есть Или нет А кто проверять будет В лаборатории В смысле По контролю ВИН инспекции ВИН инспекции А когда она будет создана А она вот отсрочена на год Законом о бюджете Создание госкомитета На год отсрочене По моему инспекции Да На год отсрочене Ну то есть кому то это надо будет Понимаете Вот как бы С другой стороны Минфин Вот как Ну скажем Благи и намерения С целью экономии бюджетных средств Экономии бюджетных средств На создание этого ведомства Да На создание ведомства На год отсрочене Но это ведомство Дало бы вам в 20 раз В 30 раз больше бюджета Но понимаете Я с работниками Минфина Сталкивался очень много и давно Когда они вот объявляют Что в сегодняшний Я условно говорю Что вот спирт акциз был 10 гривен на литр Теперь Будет 16 Они говорят Хорошо Они берут Объем производства прошлого года Множить на 16 И пишут Что теперь акциза получится Вот ровно 100 То есть тупо Если на 6 гривен повысил Значит И прибыли будет на 6 гривен Или акциза будет на 6 гривен больше Я говорю Ты пойми Что если ты повысил То уже не купят По такой цене Ничего не знаем Вот ровно Так как мы записали То есть Ну я не знаю Нельзя назвать что Ну это не дебилы Ну это не дебилизм Ну хотя бы кто-то должен понимать Что так не может быть Что если ты увеличил цены Или увеличил акцизы То не будет завтра Столько же как и было до того Я патриотом отрасли Был с детства Я говорю Моему бухгалтеру На Клисковском спецзаводе Борисович Базар Я ему говорил Что он меня вытащил из ямы Потому что Я сейчас вспоминаю Я так вот Юноскому сказать Я не поступил в институт И пошел на спецзавод Работать Разнорабочие И копали яму Сделали Под отстойник Для мазута Сделали емкость Для мазута Мы там копали яму Для отстойника Он пришел и говорит Вылезай Я говорю Пойдем Будешь бухгалтерию Работать с учетчиком Он меня забрал Работать с учетчиком То Я Мне даже больно Говорит Потому что А патриотизм Что Я опять же Когда уходил из комитета Я сказал Вряд ли кто нибудь Любил эту отрасль Больше чем Я прошу прощения Вот Но А то что я любил Ничего не изменится И ты сейчас Что ты можешь Человек с улицы условно Что ты можешь сделать Сейчас для отрасли Тем более что Тебя никто не понимает И не хочет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok